Книга Бытия Книга Бытия Здесь мы видим разные обстоятельства, поведение разных людей, иногда очень сложно объяснимое поведение, иногда трудно нам сопоставить некоторые вещи. Тем не менее, Господь позаботился о том, чтобы это было в Священном Писании, причем в первой книге Библии, и мы таким образом, исследуя это, мы можем понимать общую картину, составить вот этот пазл большой, чтобы перед лицом нашим было представление, каким образом Господь действует в истории. Последние главы или несколько десятков глав книги Библии посвящены основанию народа израильского. Народ израильский играет колоссальную роль в истории христианства, вы понимаете, что через народ израильский Господь привел на землю или послал на землю Сына Божьего Иисуса Христа, который родился и который прожил полноценную жизнь и который на Голгофском кресте принял на себя наши с вами грехи, умер, воскрес для того, чтобы нас оправдать. Так вот, когда мы говорим о том, что вот эта роль Иисуса Христа, она была тесно связана, она не сама по себе, он не просто пришел с небес, он пришел через женщину, которая была частью истории, он пришел во исполнение обетований, которые Господь говорил на протяжении многих и многих столетий. Он пришел в тесной связи с народом, который он когда-то создал, с народом израильским. И вот истории или обоснованию этого народа посвящено достаточно много места в книге Бытие. Мы живем в пораженном грехом и тлении в мире. Жизнь в этом мире всегда была и будет связана с разными сложностями, с болью, с переживаниями, с разными страданиями, с разными трудностями. Те, кто пожил побольше уже, они могут об этом засвидетельствовать. Где бы люди ни жили в Советском Союзе или переехали в Америку, в каком бы возрасте они не были, молодые или постарели, какие бы у них, какой бы статус не был, они были не женаты или потом женились, появились дети и появились внуки, в каждой из этих ситуаций есть масса, масса точек, которые причиняют нам боль, которые ставят нашу жизнь в сложное положение, которые требуют каких-то особенных сил. Так вот, в этих обстоятельствах принадлежность к Богу и участие в Его Завете является не только огромным благословением, но и жизненно важным условием выживания. Вот мы много говорим здесь о Евангелии, мы много говорим о том, насколько Евангелие важно, насколько оно играет важную роль, но в этом можно говорить. Но когда практически мы попадаем в мясорубку, когда практически обстоятельства становятся жесткими, когда шторм бьет, вот тогда проверяется, насколько Евангелие усвоено нами, чтобы мы могли им жить. Насколько оно реально измеряет наш образ мышления, наши чувства, наши желания, наши реакции. И в этом наша цель. Когда мы говорим о участии в Завете, это значит, Евангелие Иисуса Христа соединило нас с Богом через жертву Христа. Соединило в Его семью, соединило навсегда, соединило очень прочно, надежно и гарантированно. И вот это является основанием жизни для каждого христианина. Так вот, прообраз этого мы видим в самом начале истории израильского народа. Когда Бог постановил Авраамов Завет, который был прообразом Нового Завета, и когда Бог имел дело с людьми, которые стали участниками того Первого Завета, Авраамово Завета, и когда мы видим, как Господь имеет дело с ними, мы видим, что Бог ведет свой народ, направляя его к определенной им цели. То есть, Он эту цель определил. В истории Израиля, как вы помните, были самые разные периоды. Периоды взлета, периоды падения, периоды стабильности, периоды провалов, периоды благополучия и периоды глубоких переживаний. Но они были частью Завета, и поэтому Господь всегда направлял их жизнь своим проведением. И вот когда Господь направляет нашу жизнь своим проведением, в этом процессе происходят интересные вещи. И вот один из таких элементов Божьей заботы о нас сегодня будет предметом нашего внимания. Как вы, наверное, помните, мы говорили о том, что дети Иакова выросли неблагополучными. Это было связано с тем, что на протяжении многих лет, даже десятилетий, Иаков жил, полагаясь на свою изворотливость. Об этом написано подробно. Господь позаботился, чтобы изложить это. Вместо того, чтобы полагаться на обетование Божье, он создал атмосферу в своей жизни, в которой не видно было Бога. Он знал Бога. Он был верующий человек. Но в его практических действиях, в атмосфере, которую он создал, Бога было мало. Он иногда его вспоминает, даже мы видим, периодически. Но вот фактически живет он, полагаясь на свои собственные возможности. Как, в принципе, многие верующие люди живут сегодня, мы видим это конкретно. Так вот, дети, которые родились и выросли в это время, они впитали в себя эту атмосферу. Они сформировались в духе самоуверенности, они сформировались без страха Божьего, без покорности. Но опять-таки, они знали о Боге. Яков говорил, мы видим, в одном месте поставил жертвенник, в другом месте поставил жертвенник. Они знали о Боге, но они не научились служить Ему, не научились жить в соответствии с тем, что Господь хочет. И об этом достаточно подробно говорит книга Бытие. Вот это еще один очень важный вопрос. Господь решил, что это важно знать всем поколениям людей, которые будут читать Библию. Важно читать о том, что вытворяли сыновья Иакова. И то, что они делали, как мы уже говорили, иногда стыдно читать. Но заметьте, опять, Библия же написана Духом Святым, и Дух Святой очень четко отмерил каждую деталь, которая там должна быть, и которая не должна быть. И он позаботился о том, чтобы мы знали, о том, чтобы люди, которые будут читать это, знали. Это была жизнь, полная проблем, разных грехов. И вот здесь возникают обстоятельства, которые сегодня помогут нам увидеть эту жизнь немножко с другой перспективы. Дело в том, что, обращаясь к Аврааму, Исааку, Иакову, Бог обещал им, что Он благословит их потомков. Что они будут, Его потомки будут в благословении других. Когда Он повторял это обетование Иакову, Он конкретно подчеркнул, что от Него, от Иакова, произойдут цари и многие народы, множество народов. Посмотрите, 35 глава Бытие, 9 стих мы читаем. «И явился Бог Иаков по возвращении Его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя Твое Иаков, отныне Ты не будешь называться Иаковом, но будет Тебе имя Израиль. И нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от Тебя, и цари произойдут от швесл Твоих. Землю, которую я дал Аврааму, Исааку, я дам Тебе, и потомство Твоему по Тебе, дам землю сию». Заметьте, Божье обетование не может не исполниться. Бог пообещал, Бог подтверждает это обетование Иакову, и поэтому, по этой причине, Бог работает с сыновьями Иакова. Его работа очень интересная. Он работает с ними так, чтобы изменить их, чтобы сделать их пригодными для того, чтобы они стали родоначальниками колен Израилевых. Его работа с ними достаточно сложная, необычная. Она включает в себя очень много сложных, часто неприятных для них моментов, но она приводит их к исправлению, она изменяет их. Она подготовила их к тому, чтобы эти люди знали Бога и знали настолько, что когда они переселятся в Египет, то вот это знание о Боге, которое будет жить в этих 12 людях, мужах, оно останется достаточно глубоко или настолько глубоко проникнет в жизнь их потомков, что они будут помнить о Боге даже через 430 лет. Вы можете представить себе? Это много. 40 лет много. 40 лет много. 20 лет много. Мы здесь вот уже, я несу служение 19 лет. Я вижу, как за 19 лет колоссальным образом изменились люди. Поколение другое, совершенно думающее по-другому. Представьте себе 430 лет. То есть, вот эти люди, которые переселились туда, Бог что-то с ними должен был сделать, чтобы подготовить их, чтобы изменить их, чтобы их сердца могли стать носителями веры, носителями обетования. Я назвал эту Божью заботу о сыновьях Иакова неожиданным благословением. Часто так бывает, когда Господь благословляет нас, и Он благословляет нас так, что мы не ожидаем даже, или мы не думаем, что это благословение, или мы не видим это благословением, но в действительности это является Божьим благословением. Эти благословения включают в себя как минимум три элемента, и первое, на котором я хотел бы остановиться, это благословение сокрушения. Это такое благословение, от которого мы всегда пытаемся ускользнуть, и которое мы часто избегаем, но когда мы посмотрим на то, что Господь делает с Его детьми, то это неизбежный шаг благословения. Господь благословляет нас тем, что Он нас сокрушает. Мы уже говорили о подобных Божьих действиях по отношению самого Иакова. Помните, как Иаков вертелся, хитрил, уповал на себя, пытался, пока пришел к той точке, в которой он сказал, «Все, Господи, не могу». Эта точка была, когда он шел на встречу с Исавом, и он понимал, что его шансы близки к нулю. У него нет никаких вариантов, и поэтому он вынужден просто был сокрушиться, смириться перед Богом. Сейчас настало время его детей. Заботясь о благе своего народа, друзья мои, Бог обязательно, я еще раз подчеркну, обязательно будет приводить нас в обстоятельства, способствующие нашему сокрушению. Это Божия методика, это его путь. Самые разные обстоятельства. У кого-то здоровье, у кого-то деньги, у кого-то погода, у кого-то отношения, у кого-то какие-то другие ситуации, совершенно неожиданные для нас. Но у Господа всегда эта цель, и Он всегда ее будет достигать. Если вы дичо Божье, вы можете быть уверенными, Бог будет делать все для того, чтобы ваше сердце сокрушать. Почему? Да, потому что это очень важно. Ощущение своей полной нужды в Боге – это чрезвычайно важное условие полноценного христианства. А мы в своей жизни привыкаем к тому, что мы, когда у нас все хорошо, когда складывается все хорошо, материально, духовно, церковь, родственники, все вроде бы нормально, мы склонны к тому, что мы все меньше и меньше ощущаем свою нужду в Боге. Мы становимся самодостаточными. У нас все и так под контролем. И поэтому вы можете посмотреть свою жизнь. Вы можете заметить, это касается каждого из нас. Мы начинаем меньше молиться. Когда мы сильно вопием Господу? Мы вопием, когда у нас нет выхода. Когда что-то очень сложное случается. Когда мы вынуждены с постом молиться. Вот почему Господь ведет свой народ. Это неизбежно, друзья. Это неизбежно. Псалмопевец пишет, 50-й Псалом, 19-й стих. «Жертва Богу – дух сокрушенный». Сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Божий. То есть, это обязательное условие духовного роста. Если нет этого сокрушения, если нет сердца, которое размягчено Господом, духовный рост невозможен и эффективность духовная невозможна. Вот почему Господь ведет через обстоятельства. Ему повторит пророк Исаия, передавая Слова Божие, 66-я глава книги пророка Исаия, 2-й стих. «А вот на кого я презрю? На смиренного и что дальше? И сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом твоим». То есть, речь идет о конкретном, ясном указании Господнем. Господь ясно говорит о том, что Бог из любви к Своим детям, Он благословляет нас тем, что Он ведет нас в обстоятельства сокрушения. Именно это мы видим в истории сыновей Иакова. Это подтверждает Иисус Христос в Нагорной проповеди. Посмотрите, Матфея 5, 3. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Им противопоставляется то, что Христос сказал через 60 лет, примерно после Нагорной проповеди, когда Он явился на острове Патмос апостолу Иоанну. И Он предупреждает, обращаясь к церкви Владике, об опасности отсутствия этой нищеты или осознания этой нищеты. «Но как ты тепл, ни горячий, ни холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищий, и слеп, и наг». Вот поэтому забота о сокрушении наших сердец занимает важное место в Божьем отношении к нам. Как я уже сказал, мы всегда хотим избежать этого, мы просим Господа о хорошей, стабильной, безбедной жизни, в которой нет переживаний, нет каких-то волнений, нет штормов. Но мы видим, что это приводит к охлаждению сердец, к очерствению их, к их отсутствию ощущения нашей нужды в Боге, и поэтому Господь введет нас снова в подобные сложности. И часто, ради того, чтобы добиться этого в нашей жизни, Бог идет на самые радикальные меры, допуская самые неожиданные обстоятельства, которые ставят нас в положении абсолютной нужды в Боге. И вот здесь, важно отметить, здесь вскрывается истинная сущность людей. Те, кто принадлежит Богу, кто действительно является частью Его завета, они обязательно будут реагировать на подобные обстоятельства со смирением и сокрушением сердца. Другие же будут, наоборот, подобно церкви владики, считать, я богат, разбогател, у меня все есть, и у меня все хорошо. То есть, ожесточение будет укрепляться, усиляться к их погибели. Вот это очень ясная картина, которую мы видим в истории, которую мы видим в жизни сыновей Иакова. Это очень интересная история. Здесь несколько серьезных, сложных обстоятельств. Первым элементом стал голод. Представьте себе мужчин, ответственных за свои семьи, которые не могут найти пищи, чтобы прокормить детей. Нам это неизвестно. Нашему поколению это неизвестно. Мы никогда не испытывали голода, а тем более здесь, на Западе. Но здесь есть, остались среди нас некоторые люди, которые помнят, что такое голод. И это действительно ужасно, когда нечего есть вообще. Причем эти мужчины, они не могут обеспечить свои семьи, не потому, что они ленивы, не потому, что они не хотят работать, а потому, что пищи просто нет. Причем нет не только в той местности, где они жили. Нет и везде, куда они ходили спрашивать. Это серьезнейшая проблема, когда они видят своих детей умирающими. Они видят, что есть нечего. Но вдруг они слышат известие. 42 глава 1 стих. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите. И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. Идя в Египет за хлебом, сыновья Иакова, скорее всего, были наполнены надеждой. И наконец-таки появился шанс решить проблему голода и спасти своих детей. Они, кстати, не знали в этот момент еще о том, что голод будет 7 лет. И самое большое, они не знали, с чем им придется встретиться в Египте. 4 стих. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, и сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыновья Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Хананской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, и он продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Вот в этой точке Иосиф, узнав своих братьев, вспоминает сон. 7 стих. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли. Они сказали, из земли Хананской купить пищу. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли этой. Несколько важных штрихов, которые нам нужно отметить в этом месте. Во-первых, для Иосифа это было еще одним подтверждением тем, что Господь руководит его жизнью. Он слышал об этом много лет назад, когда Господь дал ему этот сон. Он видел очень точную руку Божью во всех этих сложностях, через которые он прошел, когда его продали в рабство, когда он поднялся в доме Патифара, когда он опять опустился в тюрьму, и потом, когда в конце концов он становится премьер-министром Египта. Но здесь есть еще одна важная деталь. Очень важно помнить, что Иосиф по согласованию с фараоном, он собирает хлеб на протяжении семи лет, и его главная цель, этот хлеб собирается для египтян и для Египта. Это цель фараона, это цель, если почитать внимательно, о чем там говорится, речь идет о том, что Иосиф заботится или помогает осуществлять программу фараона, чтобы помочь египтянам выжить. Те же, кто приходили из других земель, они, во-первых, получали зерно во вторую очередь, то есть по остаточному принципу, если что-то они видели, остается. Но есть еще второй вопрос. Все эти люди, они вполне вероятно подвергались проверке специальной. Большой поток людей с разных сторон идет, и среди этих людей вполне вероятно придет кто-то, кто захочет увидеть, как устроены эти хранилища, и, возможно, прийти потом с более сильной армией для того, чтобы лишить Египта вот этой важной точки выживания, ресурса выживания, который у них был. Поэтому подозрение в шпионаже не было чем-то необычным, не было чем-то, почему были подвержены только братья Иосифа. Вполне возможно, подобной проверке подвергались все, кто пришел из других стран в то время. Здесь сыновья Якова попадают в еще одну трудность. Начальник, который говорил с ними, потребовал дополнительных доказательств их честности. И вот эти доказательства им было очень трудно представить. То есть это иностранцы пришли в землю, и их просят, докажите, что вы в действительности те, о ком вы говорите. Десятый стих. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищу. Мы все дети одного отца. И заметьте, они говорят, мы люди честные. Иосиф точно знает, что они нечестны. Иосиф очень хорошо помнит, что они сделали с Сихемом. Вы помните, что они сделали с Сихемом? Вот эти люди, братья. Они пришли в Сихем, и они обманом поставили город в такое положение, что они его очень быстро вырезали весь. Это эти же люди сделали. И эти же люди его продали, Иосифа. И ему теперь нужно удостовериться, а его действительности... А теперь они говорят, мы честные. То есть действия Иосифа вполне оправданы здесь по отношению к братьям. Мы часто читаем эту историю, зная ее конец. И поэтому нам может быть непонятно, зачем Иосиф устроил такие проверки своим братьям. Так у него были основания, очень большие основания, значительные основания. Они очень нечестно поступили с ним, и он точно знает, что они способны были к терроризму настоящему, когда они вырезали весь Сихем, весь город. И по этой причине он говорит, он сказал, нет, вы пришли высмотреть наготу земли этой. 12 стих. Они сказали, нас, рабов, твоих 12 братьев. То есть они начинают говорить немножко больше о себе для того, чтобы быть более достоверными, звучать более достоверными. Мы становя одного человека в земле Ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим одного не стало. Иосиф говорит, это самое и говорил я вам, что вы соглядатые. Когда они упомянули, одного не стало. Это очень важная вещь, потому что они-то ясно понимают, как не стало этого одного. 15 стих. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона. Вы, это, кстати, обычная тогда была форма общения или заявление, официальное заявление официального лица. Клянусь жизнью фараона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда ваш меньший брат. Ему, во-первых, интересно, что же они сделали с ним, с Вениамином. Если они так поступили с Иосифом, и они знали, что Иаков сильно любил Иосифа, и он точно знает, что Иаков любил и Вениамина. Ему интересно, что произошло там с Вениамином вообще. «Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас. Если нет, клянусь жизнью фараона, что вы саглядаты. И отдал их под стражу на три дня». Вот посмотри, что происходит. Вроде бы они попали в жесткие обстоятельства. Голод, есть нечего. И вроде бы вот загорелась надежда. Эта надежда их движет, есть хлеб. Пришли, вот уже хлеб, вот уже могут получить. Ба-бах! Обстоятельства такие, что в тюрьме оказались. Через три дня Иосиф проявляет к ним милость. И сказал им Иосиф в третий день, «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честны». Он подчеркивает, он в этом сомневается, и он имеет основание, чтобы в этом сомневаться. «Если вы люди честны, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите и отвезите хлеб ради голода семейств ваших». Иосиф проявляет милосердие к ним. «Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Но на этом трудности не закончились, понимаете. Возвратившись домой, объяснив отцу происшедшее, сыновья Иакова поставили его в очень сложное положение, в еще большей степени осложнившее их ситуацию. 36-й стих мы читаем. «И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, Симеон остался там, заложник. Вениамина вы хотите взять? Все это на меня». Иаков находится в жесточайших условиях и сказал Рувима отцу своему, говоря, «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал, «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он остался один. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою в гроз с печалью». Заметьте, даже сам Иаков не доверяет Рувиму, не доверяет сыну. Он понимает, что эти ребятишки, они уже мужья большие, конечно, ребятишки, это так мягко слишком говорится. Иаков был очень привязан к Вениамину, он не только был сыном его старости, он был одним из двух сыновей, которые выросли уже после его покаяния. Это были хорошие дети, были те, которые такие «оторви и выбрось», те, которые плохо себя вели, а вот эти два были хороших, и одного не стало, и теперь второго есть шанс, что его не будет. Ситуация достигает пика эмоционального напряжения, отец категорически отказывается отпустить Вениамина, и его сыновья не только не смогли доказать свою честность египетскому начальнику, но и не смогли вернуть сам Симеон, и Симеон остается в заложниках. Но это еще не все. Иаков и его сыновья немножко свыклись с обстоятельствами, вопрос Симеона остался нерешенным, но и на следующий год урожая нет. И здесь узел затягивается туже. Опять надо решать проблему, опять нужно кормить чем-то детей, и это поднимает проблему на более высокий уровень напряжения. 43 глава 1 стих. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять купите немного пищи. И сказал им Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал, 6 стих, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат. Они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат. И мы рассказали ему по этим расспросам, могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата наш. Заметьте, весь это напряжение эмоциональное, это не просто эмоциональное, это вопрос жизни и смерти для всех действующих лиц здесь. 8 стих. Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мной, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. То есть они ясно понимают, что вопрос жизни и смерти стоит. Голод такой, что они могут умереть. Я отвечаю за него, из рук моих потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед тобой, я останусь виновным перед тобой во все дни жизни. Друзья, сказать виновным перед тобой на все дни жизни, это очень серьезно в то время было. То у нас сегодня люди относятся к виновен, невиновен, это такое легкое дело. Но тогда люди понимали это очень серьезно, виновным быть перед кем-то. Но в конце концов, голод заставил Иакова отпустить Вениамина, и братья идут в Египет за хлебом во второй раз. В этот раз ситуация опять вначале складывается тревожно. 15 стих. «И взяли те люди дары и серебра вдвое, взяли в руки свои Вениамина и встали, пошли в Египет и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего, введи этих людей в дом, закали что-нибудь из кота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал тот человек, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей этих в дом Иосифов, и испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов. То есть они боятся каждого шороха уже. Вот в ситуации, в которой они находятся, они пришли и их здесь подозревают. Это примерно как те, кто жил в Советском Союзе. Когда тебя останавливает полицейский, ты ясно понимаешь, или милиционер, ты ясно понимаешь, добра не жди. Мне пришлось перетренировать себя, перетренировывать себя здесь долго. Почему? Потому что другое со всеми отношения. Полицейский, милиционер останавливает, чтобы найти, к чему придраться в Советском Союзе. То есть там потенциально каждый, есть такое понятие презумпция невиновности, то вот там наоборот, презумпция виновности. Ты должен доказать, что ты невиноват. Не он докажет, что ты виноват, а наоборот, ты должен доказать, что ты невиноват. Вот в таком состоянии находятся эти братья. То есть они пришли туда, и они уже внутри глубоко ощущают, что сейчас это к этому. Ух, в дом, всех не ведут туда, в дом. Они не понимают, что их там кормить будут. Они просто видят что-то необычное, и поэтому испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифа, и сказали, это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши. Помните, Иосиф позаботился о том, чтобы все серебро, которое они привезли, назад отдать. И они думают, сейчас будут здесь, и спецслужба будет с нами разбираться. Ввели нас, чтобы придраться к нам, и напасть на нас, и взять нас в рабство. И ослово еще наше. За ослово переживают, да. Это написано, чтобы мы могли ощутить атмосферу, в которой находятся эти люди. Это действительно, каждого шороха человек боится, и вполне обоснованно боится. Он находится в таком положении, в котором действительно очень страшно. Затем ситуация, кажется, разрядилась. Вместо тюрьмы их накормили царским обедом. Но, опять-таки, можно подумать, что иногда хорошо кормят перед смертной казнью. Но их быстро загрузили в мешки, отправляют их назад. Но не успели они далеко отойти от города, как догоняет их царский гонец с обвинением. Вот здесь их все самые плохие предположения вылазят наружу. 44 глава, 4 стих. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома свое, ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо этого и сделали. Он догнал их и сказал им эти слова. Он сказал ему, для чего господин, они сказали ему, для чего господин говорит наши такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. То есть речь идет о чаше. Помните, им вернули опять серебро, и не только серебро, а в мешок Вениамина подложили специальную чашу. Вот эта чаша, которая, она была символом власти. Почему здесь написано, он гадает, совсем не обязательно, что Иосиф гадал на ней. Просто эта чаша, которая была символом власти, она вручалась от фараона лично. И люди, которые имели вот этот символ власти, некоторые или многие из них использовали это для того, чтобы как-то вступать в контакт с духами своих умерших предков. То есть это особо ценная чаша. И теперь этот человек догоняет их и спрашивает, почему чашу забрали? 44 глава 8 стих. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золота? То есть они настолько уверены, что они не сделают этого сейчас. Они говорят, у кого из рабов твоих найдется, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот пусть будет мне рабом. А вы будете невиновны. Они поспешно опустили каждый свой мешок, на землю открыли каждый свой мешок, он обыскал, начал со старшего, и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминовом, и они разодрали одежды свои. Хуже быть не могло. Вы можете представить себе всю динамику вот этой истории. Ups and downs. То руки связывают, то в царском обедом кормят, то вроде бы золото, вернее серебро возвращают, а здесь теперь в такую глубочайшую яму провалились. И возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город, пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Вот это сокрушение. Вот здесь у них уже никакой опоры нет. То они пытались как-то объясняться, мы люди честные, мы вот так-то и так-то. И разодрать одежду, это знак глубочайшей трагедии. Одежда тогда очень дорого стоила. Это была точка глубочайшего сокрушения, и Бог довел их, Бог позволил им до нее дойти. 15 стих. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Иуда сказал, что нам сказать, господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы, господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иисус сказал, нет, я этого не сделаю, тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. Заметьте, для Иосифа важно, он хочет каким-то образом позаботиться о Вениамине, он не уверен в том, что там происходит с ним. Но такой поворот дела совершенно не устраивает всех. Иуда, как тот, кто обещал отцу благополучно вернуть Вениамин, он пытается объяснить Иосифу невозможность такого решения. 18 стих. И подошел Иуда к нему и сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты, ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец, престарелый и младший сын. Сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то этот умрет. Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите опять, купите немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, если будет с нами меньший, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем. Потому что нельзя нам видеть лицо человека того, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. И один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его отныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то вы сведете седину мою с горестью в огроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою, у которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои и седину раба твоего, отца нашего, с печалью в огроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. То есть, Господь приводит своих детей к глубоким кризисам, достигая их сокрушения. Все, что мы читаем из Исанавия Хриакова, здесь радикально отличается от того, как мы видели их в начале истории Иакова. И здесь мы приходим ко второму элементу Божьей благословения, это благословение покаяния. Это неожиданные благословения, как мы уже говорили, это первое благословение, что Господь ставит в обстоятельства, которые сокрушают, но второе, не менее важное, покаяние. Покаяние действительно огромное благословение. человек, который искренне кается перед Богом, он изменяет свое положение в духовной реальности. Это самое важное, что может быть в нашей жизни. Мы привыкли ходить перед людьми, мы ориентируемся на одобрение или неодобрение людей, но в действительности что имеет смысл, это одобрение или неодобрение со стороны Божьей. И вот покаяние исправляет нашу позицию перед Богом. Покаяние восстанавливает отношения, оно исправляет пути. Чем дольше живет человек без покаяния, тем больше проблем он создает в своей жизни. Самое печальное, что может произойти с человеком, когда он умирает без покаяния. Недавно, может быть, слышали нашумевший скандал с известным апологетом, который вел двойную жизнь и в его параллельном мире он жил распущенной жизнью. И трагично, самое трагичное, что он умер без покаяния. Что он никогда не сказал, не озвучил то, что он в действительности кается во всем том, что он сделал. Покаяние оставляет ряд примеров покаяния. Помните, Давид кается после того, когда он решил сделать перепись народа. Второе, Царств 24, 10. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Заметьте, это покаяние. Буквально здесь, если мы посмотрим, вздрогнуло сердце Давида, вот это слово, сердце Давида было сокрушено, сердце Давида было разбито. Здесь написано troubled, в других переводах написано smitten, то есть оно было сокрушено сердце Давида. Что-то подобное мы наблюдаем в жизни братьев Иосиф. Их покаяние включает в себя несколько этапов. Посмотрите, первый этап, когда Иосиф оставляет Симеона в заключении, и когда им приказывают привести Вениамина, слушайте, 42 глава, 21 стих. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Заметьте, они понимают, что они согрешили против брата. И они понимают, что Господь говорит сейчас. Мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Вот это очень важная часть покаяния, осознания своего греха. Рубим отвечал им и сказал, не говорил я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Заметьте, здесь сыновья Иакова представляются совершенно в другом свете. Они совершенно отличаются от того, что мы читали о них раньше. Это люди, которые понимают, что они перед Богом согрешили. Они признают свою вину. Второй раз мы видим, что происходит в их сердцах по пути назад. 42 глава, 25 стих. И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. и открыл и открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге и увидел серебро в отверстии мешка. Очень интересно, когда они увидели серебро, они не стали радоваться. Вот, бесплатно хлеб получили. Слушайте, что происходит. Сердце их смутилось и сказал своим братьям, серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня, и смутилось их сердце. И они с трепетом друг к другу говорили, что это Бог делал с нами. Они ясно понимают, Бог здесь что-то делает. И они в ужасе от этого. Что это Бог сделал с нами? И пришли к Иакову, отцу своему, в землю ханаанскую и рассказали ему все случившееся с ними, говоря начальствующий над той землей и говорил с нами сурово. И принял нас за соглядатые в той земле. То есть, они говорят отцу о проблемах, с которыми им пришлось встретиться, и у них уже нет той былой самоуверенности, как они с отцом поступали. Помните в ситуации с Сихемом, когда он их уговаривал не делать этого? И когда они абсолютно его игнорировали? Это же мы видим в словах Иакова. То есть, по всей видимости, атмосфера там стала меняться. Посылая сыновей в Египет во второй раз, он говорит с ними подчеркивая их зависимость от Бога и его милости. 14 стих, 43 глава. Бог же всемогущий додаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего и Вениамина. Заметьте, он ясно понимает, если Господь сделает, это будет возможно. Он ясно понимает и им говорит об этом. Очень ясно говорит, и эта атмосфера совершенно иная. Кроме того, покаяние братьев Иосифа было видно в их изменившихся отношениях к отцу и к Вениамину. Заметьте, Иаков тоже любил Вениамина больше других детей, так было с Иосифом, и они тогда завидовали, помните это? Но сейчас их отношение к Вениамину и к отцу было иным. Когда гонец вернул сыновей Иакову после их второго посещения Египта и чаша Иосифа нашлась в мешке Вениамина, у Иосифа была возможность, как его братья поступят с Вениамином. Так же, как они поступили с ним, когда они его продали. Вот точно так же они оставят здесь, потому что они завидуют, что отец любит его больше, чем их. У них был шанс. Но он увидел, что это по-другому. 44 глава 18 стих «И подошел Иуда к нему и сказал «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов твоих, говоря, есть ли у нас отец и брат или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый. Младший сын, сын старости, которого брат умер, и он остался один от матери своей». Заметьте, «И отец любит его». Они подчеркивают это. «И они хорошо с этим». Это нормально. То есть, Иосиф видит не только эмоциональность, он видит фактическое покаяние. Что здесь в действительности есть покаяние. Немножко дальше мы читаем 27 стих. «И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня и сказал, верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если этого возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете мою седину с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою, которая связана душа его, то он увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твоей, седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб». То есть, здесь Иосиф видит их отношение к отцу. И это отношение совсем другое, совсем не такое, как оно было раньше. Из этого видно, что братья уже другие, они по-другому мыслят, они по-другому чувствуют. Кроме того, в истории Иосифа есть два свидетельства покаяния братьев. Во-первых, они говорят друг с другом. Посмотрите, 45 глава, после того, когда Иосиф открывается им, 14, заметьте, Иосиф открылся им еще до того, как они сказали прости. Вернее, Иосиф стал принимать их до того, как они сказали прости. После того, когда он открылся им, они были просто написаны, просто потрясены. Ничего не могли сказать, молчали. И вот первый раз, только в 15 стихе написано, посмотрите, 14, он пал на шею Вениамину, брату своему, и плакал. Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Здесь не написано, о чем говорили, но вполне возможно предположить, о чем они говорили. после всего того, что произошло, после всех этих долгих лет. Во всяком случае, видно, что они продолжали об этом говорить снова и снова. В 50 главе мы читаем очень интересную историю 16 стих, и послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря так, скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грехах, так как они сделали тебе зло. И ныне, они повторяют это снова, ой, ныне, прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда говорили ему это. И пришли и сами братья и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. Как мы уже говорили, покаяние, это огромное благословение, оно изменяет положение человека перед Богом. Вот почему Иоанн Креститель, когда он вышел на служение, он проповедовал о покаянии. Матфея 3, 1 написано, приходит Иоанн Креститель, проповедует и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот почему Иисус, выйдя на служение, говорит, покайтесь, Марка 1,14, говоря, исполнилось время, приблизилось Царство, покайтесь, веруйте в Евангелие. Вот почему Иисус, обращаясь к церквям, первым церквям на острове Патмос, он несколько раз говорит, смотрите, к Ефетской церкви, которая оставила первую любовь, говорит, а так вспомни, откуда ты не спал и покайся. В Пергаме, в Пергамской церкви, которая погрязла в грехе, он обращается, говорит, покайся, а если не так, я приду и сражусь, приду к тебе и сражусь с ними мечом уст твоих. Он призывает, конечно же, к покаянию церковь Владики. Третья глава 19, если кого я люблю, тех обличаю, наказываю, и так, будь ревностен и покайся. И так, это второе благословение. Неожиданные благословения, первое благословение сокрушения, второе благословение, покаяние, и третье, очень коротко, благословение, утешение. Друзья мои, у Бога всегда есть особая милость к Его народу. Он сокрушает нас не для того, чтобы сделать нашу жизнь печальной. Допуская трудности, Он дает и утешение. В книге Иова мы читаем, пятая глава, «Блажен человек, которого вразумляет Бог, поэтому наказание вседержителю не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их». Его же руки врачуют. Это особое благословение, друзья. Он дает утешение. И Он дает его в нужный момент, в нужной форме. Он достигает своей цели и обязательно радует и ободряет нас. Псалом 29, мы читаем, «Поти Господу, святые Его». «Славьте память святынь Его, ибо на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благоволение Его вечером водворяется плач, а на утро радость». Иногда вот это Божье утешение, оно приходит от луча солнца, который внезапно пробился среди туч. Иногда это чей-то телефонный звонок или сообщение. Иногда это сверхъестественное действие, когда по молитвам других ваше сердце просто наполняется миром и уверенностью в Господе. Вот это все то, что Господь дает своим детям, которые в Его завете. Братья, которые проходили через тюрьмы за дело Божие, пишут о том, как Господь ободрял их самым неожиданным образом, через конвоиров, которые незаметно ободряли их, или следователи, или даже через тюремное начальство, когда Господь внезапно располагал чье-то сердце, и они получали эти слова поддержки, которые давали силу двигаться еще долго и долго. В жизни братьев Иакова, братьев Иосифа, после благословения сокрушения и благословения покаяния, наступило благословение и утешение. 45 глава, смотрите, и сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать, потому что они смутились перед ним. Вы можете представить себе их состояние? И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону, заметьте, как он вообще не говорит об их вине. Девятый стих, «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня, господином, над всем Египтом, приди ко мне немедли, ты будешь жить на земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое». Друзья, это не просто история с хэппи-энд, это история божьих людей, которые водимы Богом, которых сокрушает, исправляет Бог, которых направляет Бог, это история божьих людей, которые приходят к Богу с покаянием, это история людей, которые обязательно утешатся, Иисус говорил об этом блаженны плачущие, ибо они утешатся. Я сегодня хочу обратиться особенно к тем, кто не примирился с Господом. Вот все, о чем мы говорили, касается тех, кто в завете с Богом, тех, кто принадлежит к Христу, тех, кто через Голговский крест, через Евангелие, они стали христианами. Вот эти люди, они будут жить, и будут разные испытания, и будут обстоятельства бить с разных сторон, и будут разные штормы, но эти люди, они точно знают мы в руке Господней, и Он будет сокрушать нас, Он будет вести нас к покаянию, Он будет исправлять нас и изменять нас, и Он будет ободрять и радовать и утешать нас. Но это относится только к тем, кто принадлежит Христу. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто здесь сегодня, или кто слушает нас, принадлежишь ли ты Иисусу Христу. Это самое главное решение в твоей жизни, которое ты можешь принять. И хочу закончить эту проповедь свою нашим общим пением. Этот гимн написала Анни Хаукс в 1879 году. Я вообще люблю читать произведения христиан, которые жили давно. Мне интересно, как душа реагировала на то, что происходило. Я попрошу музыкантов, если они пройдут и помогут, мне дадут тональность, и давайте мы встанем и вместе помолимся вот этим песнопением. Это песнопение, оно написано на английском языке, очевидно, вот, но начинается оно такими словами «Ты помощь мне, Господь, во всякий час, и мир дарует мне твой нежный глаз, к тебе мое стремление, во всякий час нуждой, в тебе мое спасение, в тебе покое». «Ты помощь Господь на всякий час, и мир на руль дне твой нежный глаз, тебе мое стремление, во всякий счастность дару, тебе мое спасение, тебе покое». «Ты помощь мне, Господь, премь 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 и искушенье власть сама премь 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 во всякий премь 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 пемь премь 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 пемь власть и слав твой свет премь Тебе, мое стременье, Борься, ты сейчас нуждой. Тебе, мое спасенье, Тебе помог. Ты, помощь, милый свод, Мой управляй, И на приемный шаг не оставляй. В Тебе, мое стременье, Маска, ты сейчас нуждой. Тебе, мое спасенье, Тебе помог. Ты, помощь, не Господь, Мой царь, мой Бог, Жду, сила я Твоей, Всю пленность, Бог, В Тебе, мое стременье, Во всяких счастьх ждут. В Тебе, мое спасенье, Тебе помог. Господи, мы благодарим Тебя за завет, Который Ты заключил с нами на Голгофском кресте Посредством Сына Своего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что мы принадлежим Тебе. Благодарим Тебя за то, что мы безопасны в Твоих руках. Благодарим Тебя за то, что, находясь в этом завете, Мы уверены, что Ты помощь мне, Господь, во всякий час. Благодарим Тебя за то, что даже тогда, Когда Ты проводишь нас через сокрушающие обстоятельства, Мы знаем, что Ты не оставляешь нас, Что это Твоя рука, Это то, что Ты делаешь, И мы можем полагаться на Тебя, И мы можем смиряться при Тобой, И можем каяться при Тобой, Мы можем исправлять свое отношение, свои пути. Мы сегодня, Господи, просим Тебя, Ты даруй нам это утешение Твое и мир Твой. Помоги, чтобы в этих обстоятельствах, Которые Ты допускаешь сегодня, Мы могли радоваться Тобой, Мы могли полагаться на Тебя и доверяться Тебе. Просим Тебя, Господи, благослови каждого из нас. И сейчас, когда мы уходим с этого места, Распусти, Господи, нас с миром. Пойди, Господи, с нами, Благослови наши дома, наши семьи. Наполни страхом Твоим, Наполни осознанием Тебя, Наполни величием Твоим. Помоги, чтобы каждый из нас мог жить, Поклоняясь Тебе, Чтобы каждый из нас мог жить, Провозглашая Евангелие Твое, Своей жизнью и своими устами. Благослови нас, Господи. Просим Тебя за тех, кто болеет, И прикоснись рукой своей, Дай исцеление, поддержи, Господь. Помоги, чтобы душа каждого такого человека Могла подниматься к Тебе, Возлагая свою надежду и свое упование на Тебя. Благослови, Господи, нас. Мы знаем, Господи, что в руках Твоих Каждый из нас, И я прошу Тебя за всех, У кого какие-либо трудности или сложности сегодня, Будь поддержкой и будь утешением, Храни от всякого зла, И пусть имя Твое прославится, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.